Игра с известным окончанием. На Украине зря радуются обыскам у советника Порошенко. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования специально для Украина.ру. Меньше месяца осталось до украинских выборов. Во всю идет избирательная кампания. Уже на нынешнем этапе видно, что поддержка партии, работающих на бывшем левом и пророссийском фланге, за последние пять лет изрядно просила. Оппозиционная платформа «За жизнь» и «Оппозиционный блок» со всеми включенными в него мэрскими и пострегиональными партиями набирают, согласно данным опросов, 14-16% в совокупности. Это очень мало в сравнении с любыми выборами до 2014 года. Даже в 2014 году в условиях открытого правового террора общий результат оппозиционного блока и КПУ составил 13,32%, что сопоставимо с нынешними оценками социологов. В этих условиях особенно остро стоит вопрос о мобилизации оставшегося электората. Каждый голос важен, ибо практика показывает, что падение поддержки политической силы ниже психологически важной отметки в 10% ведет к ее силе быстрой маргинализации. Уже на следующих выборах она начинает бороться за прохождение 5% барьера, а затем просто теряется в массе некогда мощных, а ныне всеми благополучно забытых партий. Нынешние легальные оппозиционеры могут позволить себе лишь весьма аккуратную критику власти. По принципиальным вопросам войны и мира, взаимоотношений с Россией, переговоров с Донбассом, признание российского статуса Крыма, они могут предлагать не альтернативу, а незначительную корректировку курса. Будем, мол, делать то же самое, только более эффективно. Но история политической борьбы всех стран и народов свидетельствует, что чем ядернее электорат, тем он радикальнее. Радикализм также растет в ответ на радикализм оппонентов. Чем радикальнее правый фланг, тем радикальнее противостоящий ему левый. И наоборот, таким образом, оставшиеся около 15% пророссийского электората настроены значительно радикальнее, чем до 2014 года, когда этот фланг собирал более 50% поддержки. Чтобы эти люди не разочаровались, им необходимо демонстрировать реальную борьбу и успехи. Но те, кто не смирился, либо давно в эмиграции, хоть и среди покинувших страну политиков, полно мечтающих договориться и вернуться, а потому критикующих режим весьма умеренно и дозировано, либо в тюрьме, как Ефремов, либо в могиле, как Калашников. А кучевающие же пророссийский фланг украинской политики симулякры на резкие движения не способны. Да, они им и внутренне претят. Ведь эти люди в принципе согласны с общим направлением политики действующей власти. Они только хотели бы изменить несущественные частности. Раз есть запрос на радикализм, но отсутствуют реально радикальные политические силы, радикальные действия и локальные успехи в борьбе, необходимо имитировать. Отсюда взволновавшие многих и интерпретируемые чуть ли не как начало оттепели, репереименование улиц в Киеве, где суд вернул название Московскому проспекту и проспекту Ватутина, и в Харькове, где Кернес вернул название проспекту Жукова. Мы имеем дело с элементарным договорником, выгодным обеим сторонам процесса. Пророссийский фланг мобилизуется в связи с победой мобилизации радикальных националистов, происходит под лозунгом «Противодействие реваншу». Пока Кернес переименовывал проспект, национал-радикалы в том же Харькове уничтожили памятник тому же Жукову. Стороны обменялись победами. Только после выборов прокуратура спокойно опротестует решение Харьковского гурсовета и все вернется на круги своя. В Киеве ситуация еще забавнее. Там суд отменил переименование проспектов в честь Бандера Ишухевича на основании процедурных нарушений при принятии решения. Кличко уже заявил, что мэрия оспорит это решение в суде высшей инстанции, а главное вновь переименует проспекты с точным следованием процедуре. Как раз пока выборы пройдут на теме, будут пиариться обе стороны, а затем Бандера Ишухевич спокойно вернутся в название. Народ радуется обыском у Бирюкова и прочих хлебретов режима Порошенко. Но это не более чем внутривидовая борьба различных нациоолигархических кланов. Коломойский и Ахметов заключили временный союз, но это не значит, что они стали вегетарианцами. Наоборот, союз двух наиболее сильных, наиболее циничных и наиболее кровавых олигархов Украины требует жертв. Естественно, что первая жертва избран Порошенко, которого собираются раздеть до нитки. Ну а чтобы известный своей жадностью Петр Алексеевич не слишком упорствовал, против него готовят уголовные дела. Не тот феерический набор обвинений, которыми сейчас развлекает публику Портнов, а серьезные коррупционные дела с мощной доказательной базой. Для этого, в точном соответствии с правилами, вначале бьют по слабым звеньям, берут мелкую рыбешку, которая даст показания на более крупных и важных участников схем, а те, в свою очередь, будут свидетельствовать против Порошенко. Весьма вероятно, что у Петра Алексеевича посадят. Даже если он будет раздеваться быстро, радостно и самостоятельно, никто не может гарантировать, что оппоненты выполнят свою часть кулуарных договоренностей. Во-первых, аппетит приходит во время еды, заберут все. А с нищим Порошенко зачем считаться? Сам он, по крайней мере, будучи президентом, и отступное за закрытие уголовных дел по нескольку раз брал, и дела не прекращал. Во-вторых, народ слишком уж жаждет увидеть экс-президента за решеткой. Пройдет полгода, а может быть и меньше. Рейтинг нынешней власти начнет быстрое падение, и поддержать его на какое-то время можно будет только за счет посадки Порошенко. Так что все свидетельства постпорошенковской оттепели не более чем внешние проявления борьбы за доминирование разных группировок внутри режима. Более того, в реальности на этом фоне правые только усиливают свои позиции. Как показывают последние опросы общественного мнения, устойчивое большинство в 50-60% сформировалось по вопросу целесообразности вступления в НАТО и ЕС по внедрению украинского моноязычия и даже по продолжению войны в Донбассе. Сюда следует отнести не только небольшой процент до сих пор ратующих за военную победу, но и тех, кто выступает за пересмотр Минска, против федерализации особого статуса Донбасса, против прямых переговоров с террористами-сепаратистами, против ввода войск и так далее. Национал-радикалы таким образом являются лишь самыми активными представителями политического тренда. На Украине в больших масштабах, но несколько медленнее и с некоторыми особенностями развивается ситуация аналогичная грузинской. В Тбилиси относительно небольшая группа радикалов не просто выступила против власти, но и заставила последнюю идти на уступки, оправдываться и в конечном итоге принять русофобский курс, полностью обнулив результаты осторожного сближения последних лет. На Украине радикалы заставили Зеленского и его команду публично поклясться в продолжении курса Порошенко, а теперь, когда новая власть действительно неотличима от старой, они давят на нее с требованиями дальнейшего ужесточения этого курса, и нет сомнений, что своего добьются. Ведь оппонирующие им политические силы не борются не только за нашего Вышинского, которого Порошенко посадил в рамках готовившихся на предвыборный период провокаций, за скачку убежавшего, чтобы не сесть по аналогичной причине, за Сагана, которого следователь СБУ фактически убивает в тюрьме, надеясь завладеть его квартирой, и за тысячи других политических заключенных, вся вина которых заключается в том, что они отстаивали свою политическую позицию, а то и просто недостаточно активно прославляли власть. Эти силы даже своего Ефремова вспоминают раз в году. Между тем, борьбу в судах можно вести не только за возвращение улицам имен советских маршалов и генералов. Это как раз может потерпеть. Маршалы и генералы давно умерли, и их имя все равно вернут проспекту завтра или через год. Куда актуальнее борьба за освобождение политзаключенных, за выполнение положений Минска, хотя бы в части прекращения огня и обмена пленными. Тем более, что отказ от выполнения соглашения, утвержденного отдельной резолюцией Совбеза ООН, нарушает как международное право, так и украинскую конституцию. Но те, кто начнет такую борьбу, действительно рискуют. Это будет удар по основам режима. А таблички на улицах перевешивать, да обыскам у Берякова радоваться всегда пожалуйста. От этого национал-радикалы становятся только сплоченнее, а пророссийские левые силы на Украине врождаются и маргинализируются. Пока симуляк радует своих избирателей имитацией борьбы, общественные настроения медленно, но верно смещаются вправо. И кончится это плохо. Куда хуже, чем в Грузии. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, специально для Ukraina.ru. Игра с известным окончанием. На Украине зря радуются обыскам у советника Порошенко.